Нил Айвилл называет себя охотником за педофилами. Он и его жена выступают в качестве приманки для них, притворяясь в интернете 12-летними девочками. Это Ли Харди. Он был признан виновным в педофилии и отправлен за решетку. Айвиллы познакомились с ним на Фейсбуке. Харди был членом секретной группы. В соответствии с настройками Фейсбука такие группы видны только состоящим в них пользователям. Все знают, что у интернета есть темная сторона. И это темная сторона Фейсбука. Все думают, Фейсбук отличная штука, если ты идешь в магазин или едешь в отпуск. Но Фейсбук опасен. Опасен ли? Мы создали липовый аккаунт и получили доступ к закрытым секретным группам. Они оказались полны порнографии и откровенно провокационных снимков. На многих изображены дети. Однако среди материалов были и совершенно невинные фото. Поэтому при помощи внутренних механизмов Фейсбука мы пожаловались на неприемлемые, на наш взгляд, изображения и комментарии. Реакция социальной сети оказалась шокирующей. На все наши жалобы приходил один и тот же ответ. Материалы не нарушают стандарты нашей компании. Фотографии и комментарии не были удалены. В общей сложности мы пожаловались на 20 снимков. Некоторые из них удалили сами пользователи. Еще четыре — администрация Фейсбука. Половина материалов осталась в сети. Мы попросили Фейсбук об интервью, однако наш допрос был отклонен. Поэтому мы поймали представителя компании на мероприятии, посвященном безопасности в сети. Что касается конкретных групп, мне кажется важным проводить расследование того, чем они занимаются. Если вы представите мне данные о таких группах, то я проведу работу с коллегами и удостоверюсь в том, что мы не оставляем жалобы без внимания и удаляем неподобающие материалы. Мы также напрямую работаем с правоохранителями. Это действительно очень важно. И я вас уверяю, мы этим займемся. О самых шокирующих снимках мы сообщили в полицию. Опубликовавший их пользователь был задержан и допрошен. По крайней мере, теперь о нем известно властям. Однако вопросы к Фейсбуку остаются, поскольку многие из секретных групп, в которых состоял этот человек, по-прежнему продолжают работать.